Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале, с вами снова Евгений. И сегодня мы будем создавать модель Героида. Если зачитывать определение с Википедии, то Героид это непрерывная, без самопересечения, бесконечная, повторяющаяся в трех измерениях структура, с минимальной поверхностью. Короче, вот эта штука, Героид. Приступим. Итак, давайте на виде спереди. Я создам вот такой прямоугольный скетч. И с помощью операции Extrude выдавлю его на 25 мм. Так, отключу на секунду Origins. Итак, далее в браузере. Так, я сейчас создам несколько копий этого тела. Попозже покажу, зачем это нам нужно. Окей. Итак, у нас получилась вот такая вот у нас с вами структура. Такие вот 8 кубов. На их основе мы будем создавать эскиз трехмерный. Собственно, на основании которого мы будем создавать первый минимальный такой, первый базовый блок. Поверхность, который мы будем склеивать и получать уже вот такую структуру, как мы видели в самом начале с вами. Итак, приступим. Давайте перейду на вид сверху и создам здесь эскиз. Я выберу инструмент Arc Дога. Закреплю его сразу здесь наверху. И вот так вот прокликиваем. Задам здесь размерность, например, 40. Так, точка не привязалась. Давайте проверим еще разочек. Так. Размерность 40. Так, слетает точка привязки, поэтому давайте перейдем в проекцию. Создадим проекцию двух этих поверхностей. Далее, опять-таки, уже вызову инструмент Arc Дога. И так вот с радиусом 40. Я сделаю здесь вот такую вот дугу. Далее я выберу инструмент точка. Так, сейчас смотрю. Нет, здесь инструмент точка не нужна, появляется привязка. Далее я опять-таки здесь, здесь. И где не кликну на этой поверхности, создам еще вот такие вот, скажем так, поверх вот этой дуги еще два эскиза. Вот эти. И нажму Stop Sketch. Получается, когда мы смотрим на виде спереди, у нас на нас смотрит такая дуга. Соответственно, необходимо создать такой же эскиз, но на поверхности снизу. Повторим процедуру. Точно так же начнем с проекции. Сделаю проекцию двух этих элементов. Вызову инструмент Arc Дога с перевязкой вот к этой линии. Через клавишу D вызову размер 40 миллиметров. Опять вызову инструмент Arc. И вот так вот прокликивая все это, создам еще один эскиз. Так, перейду на вид спереди. Итак, мы получили с вами два вот таких вот эскиза. И следующий эскиз будет на поверхности вот здесь вот слева сбоку. Создадим скетч с помощью инструмента Project. Спроекцируем две вот эти поверхности. И с помощью инструмента дуга по трем точкам. Мы зададим здесь дугу радиусом 40 миллиметров. И еще раз вызовем дугу по трем точкам. И создадим еще два вот таких эскиза. Нажмем Stop Sketch. Вот такую структуру мы с вами получили. Необходимо сделать точно такой же эскиз, но на другой стороне. Точно так же создаем эскиз. Вызываем инструмент проекция. Кликаем эти две поверхности. Задаем дугу радиусом 40 миллиметров. Задаю еще одну дугу по трем точкам. И еще одну. Нажимаем Stop Sketch. Перехожу на вид спереди. И у нас получилась с вами вот такая вот структура. Соответственно, у нас верхняя и нижняя уже заняты поверхности. Левая и правая заняты. Соответственно, нам нужно сделать построение на передней и задней. Скажем так, стенки этого куба. Поэтому мы переходим к построению на виде спереди эскиза. Так же. Так, а эти, кажется, точки у нас уже спроецированы. Поэтому мы просто выбираем дугу по трем точкам. С помощью инструмента project мы делаем проекцию этих двух плоскостей. С помощью инструмента дуга по трем точкам. Создаем здесь дугу. С помощью клавиши D наносим размер 40 миллиметров. И создаем еще два вот таких вот. Две такие вот дуги. Нажали Stop Sketch. Перешли на вид спереди. И нам осталось еще развернуть куб на 180. И здесь создать точно такой же эскиз. Повторим всю процедуру. Проекция двух поверхностей. Дуга по трем точкам. Радиусом 40 миллиметров. И еще две вот такие дуги. По трем точкам. Мы отрисовали. Нажим Stop Sketch. У нас с вами получился вот такой пространственный эскиз. Далее давайте найдем вот эти четыре тела. И отключим их видимость. Теперь нам необходимо будет построить сплайн на вот этой внутренней поверхности между вот этой точкой. Центром. И вот этой вот точкой. Поэтому я вызову инструмент Create Sketch. Выберу данную поверхность. Нажму. Слайз, к сожалению, не отключает видимость эскизов. Поэтому оставим как есть. Далее мы вызовем инструмент сплайн. И вот просто прокликая на самом деле вот эти вот три точки привязки здесь появляются. Ну а единственное, что зададим здесь такую кривизну. Кликнем на этот ползунок и попробуем задать ему horizontal. и вот выберем этот ползунок и тоже зададим ему значение horizontal. И нажим Stop Sketch. Далее я верну видимость наших тел. Посмотрим как нам как поверхность нужно выбрать следующую. Теперь нам нужно построить такой же эскиз между вот этой точкой и вот этой. Соответственно необходимо отключить видимость тел. И вот вот это. Также на этой поверхности мы создадим скетч. Так вот так все развернем для удобства. Выберем инструмент Spline и вот с привязкой от этой точки через центр и с привязкой вот к этой точке. нажим здесь галочку Escape и выберем этот ползунок повернем обязательно его в сторону горизонтальности поближе и применим инструмент Horizontal так и выберем вот эту точку. Просто если в этой точке мы сделаем угол будет ближе к вертикальной составляющей мы применим инструмент Horizontal так то по идее он должен приклеиться да он приклеится вот скажем будет плавно входить в вертикальную составляющую поэтому здесь необходимо убрать эту взаимосвязь повернуть все это выбрать инструмент Horizontal вот так Stop Sketch так посмотрим какие точки у нас еще не соединены нам необходимо соединить вот эту точку и вот эту соответственно так эти кубы лишние этот нужно вернуть и вот этот а этот и вот этот нам необходимо убрать далее выбираю поверхность нажимаю Create Sketch спозиционирую все это для удобства выберу инструмент Spline провел немножечко эскиз и вот с привязкой к этой точке через центр и до этой точки нажму галочку нажму Escape выйду из инструмента Spline выберу ползунок немножко подвигаю и выберу инструмент Horizontal так повторю то же самое для второй точки подвигаю инструмент Horizontal Stop Sketch хорошо отключу видимость далее всех тел и у нас с вами вот такая вот получается такой пространственный трехмерный скетч получился что я предлагаю сделать дальше мы переходим в рабочее пространство скульпт мы получили вот такой получается трехмерный скетч нам теперь необходимо использовать инструмент Loft здесь мы можем выбрать отдельный элемент здесь мы тоже можем выбрать отдельный вот эти два к сожалению нужно тоже разбить чтобы можно было отдельно выбрать их в скетч поэтому я перед обратно в рабочее пространство модель и отредактирую вот эти наши крайние скетчи да я вызову инструмент break и разобью данную кривую нажимаем stop скетч и теперь мы видим что у нас такие две отдельные кривые далее я отредактирую еще второй эскиз который мы с кривой строили вызову инструмент break и вот в этой точке также его разобью нажимаем stop скетч и еще один эскиз edit sketch вызову инструмент break вот в этой точке так давайте по видовому кубику все-таки найдем где у нас вид спереди перейдем на вид спереди итак мы получали с вами вот такой вот трехмерный эскиз и с помощью операции loft давайте мы зададим две кривые и как направляющие зададим вот эти вот кривые уменьшим здесь давайте до четырех количество фейсов так верну видимость эскизов и продолжим вот четыре фейса и по вот этим рейлом повторю данную операцию этой кривой до этой кривой по четыре фейса используя вот эти рейлы так повторим операцию для вот этих кривых поставим здесь по четыре фейса и укажем вот эти рейлы так четыре четыре и укажем рейлы нажмем окей отключу видимые скетчи вот такую поверхность мы с вами получили давайте выберем все это и вызовем инструмент зебра анализ вот такую сеточку мы здесь наблюдаем с вами я вызову инструмент merge edge и давайте попробуем я буду кликать первую грань и вторую нажима окей ну то они вот так расползлись повторю операцию merge edge с этими двумя ну и повторю их для всего вот это вот вызову weld vertices так здесь не показывает пока что merge charges сошью две вот эти merge солью также две эти грани еще раз merge charges две вот эти грани и кажется у нас осталось последнее вот это нажима окей так вот все это получилось и давайте посмотрим на кривизну всего этого вот здесь уже такой центр мы видим более плавный поэтому далее с помощью merge edges я также солью их здесь хорошо и я повторю данную операцию для всех вот этих вот грани так я закончил сращивать грани вызовем zebra анализ и посмотрим как теперь выглядят здесь поверхности так но мы принципе видим что здесь все стало получше но как бы не очень идеально отключу все-таки history немножко неудобно получается так давайте посмотрим все-таки что мы сможем сделать честь этом нет сложно неудобно лист правда неудобно держит неудобно , можно неудобно лист ничего нас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отключу Zebra Analyze... Нажму ОК... Итак, я вызову инструмент Wild Vertices... Вот так, все это выберу и нажму ОК... Ну, мы получили с вами вот такие вот поверхности... Хотя я, наверное, пока не буду ничего трогать... Мне, в принципе, пока что устраивает кровизна вот этих отдельных элементов... Я просто перейду в рабочее пространство патч... И создам... Оффсет... Копии поверхностей с нольным смещением... Нажму ОК... И... Проверю, значит, с помощью Zebra Analyze... Их кривизну... Ну, здесь мы наблюдаем некоторые истыковки... Но... Я надеюсь, у нас получится... Избавиться от этого в дальнейшем... Покажу чуть-чуть позже... Теперь же... Давайте я с помощью инструмента Stitch... Зашью вот эти вот... Поверхности в одну... Это будет... Это сделано для удобства... Дальнейшего редактирования... Итак... Теперь мне необходимо сделать... Значит... Зеркально отобразить... Эту поверхность сюда... ОК... И... Теперь эту же поверхность нам необходимо... Нажмем ОК... И... Так... Давайте посмотрим... Эту поверхность... С помощью инструмента Move... Я... Сюда вот перемещу... Так... Или... Наверх... Нажмем ОК... Так... Что-то немножечко здесь не задалось... Наверное... Так... Во-первых... Нажмем ОК... И теперь... Так... Мы видим... Так... Давайте развернем это все... На... 180 градусов... Так... Подниму сюда... И сдвину вот так... Угу... Да... Похоже... Нужно подобрать... Такие положения... Чтобы... Вот... В этих местах... Осуществлялись... Плавные переходы... А... Нажму ОК... Так... Эту поверхность... Я могу просто... Делитом сейчас убрать... Эти две поверхности... Давайте... Я... С помощью Stitch... Сошью... Нажму ОК... А... Далее... С помощью... Просто... Операции... Моувен... Копия... Я создам... Копию... В этом направлении... Также... Выберу инструмент... Stitch... Нажму ОК... А... Вот... Мы... В принципе... С вами... Наблюдаем... Вот... Такую... Вот... Структуру... Давайте... Посмотрим... А... А... Чуть-чуть... Получи стали... В этих местах... Переходы... Но... Вот... Здесь... На границах... Пока... Пока... Что... Все еще... Не... Не... Очень... Гладко... Далее... Давайте... Я... Создам... Значит... Копию... Зеркально... Отображаю... В этом направлении... И... С помощью операции... Move One Copy... Перемещу ее сюда... Вот... Вниз... Нажму ОК... И... Посмотрим... А... Правильно ли у нас здесь... С вами... Осуществилась... Этих... Этих... Двух... Элементов... Давайте... Вызовем... Устременд... Стич... Нажму ОК... Далее... С помощью... Операции... Move One Copy... Я... Ну... Так... Вот... Дублирую... Вниз... Все еще... Это... На... Минус... 100... Вызову... Стич... Еще... Нажму ОК... Нажму ОК... Вниз... вызову zebra-анализ. В принципе данную поверхность мы уже можем задать ей толщину с помощью операции, тыки на толщине и проводить уже какие-то дальнейшие редактирования, возможно обрезание, либо встраивание уже какие-то свои модели. Но мне не нравится здесь кривизна и я попробую немножко этот момент исправить. Я перейду в рабочее пространство Скульпт, выберу инструмент Convert, здесь выберу Burep to T-Spline, выберу наше тело, нашу поверхность, которому дает осуществление и нажимаем ОК. Так, отключу видимость нашего базового базы поверхности. Итак у нас в браузере мы видим создалось огромное количество такой вот поверхностей. Я же опять предлагаю вызвать инструмент Weld Vertices. Так, сейчас он откроется. Я здесь поставил значение 0.3, можно поставить галочку Maintain Crease Edges и посмотрим что у нас получится. Я выделяю все вершины и жду. Спасибо за внимание. итак у нас закончилось построение давайте сейчас вызовем инструмент забор анализ и посмотрим что у нас здесь с вами на получилось в принципе достаточно красивые переходы получились хорошо так посмотрим сейчас кирпич мэп анализ видим вот здесь вот в центральных частях такие вот синенькие скажем здесь что-то с кривизной немножечко какие достаточно явления имеется так в целом здесь структурка такая достаточно на очень-очень хорошего качества поверхность получается давайте попробуем вызвать инструмент интерполяция у нас сейчас surface point стоит нажмем ok и вызовем инструмент zebra анализ сначала и видим что в целом также приблизительно плюс-минус на вы теперь вызовем коротек мэп анализ до данный тип скорее всего немножечко нам не подойдет здесь я вижу что цвета изменили стали более интенсивными что-то здесь как будто бы я откачусь назад попробую еще один тип тип интерполяциям об этом нам подойдет только не серфа из поинт конца плэнт а нажму ok но похоже здесь все очень неоднозначно и скорее всего да однозначно нет так оставляем тот первый вариант который у нас с вами получился то есть вот такой вот коротек мэп анализ включим видео здесь такие небольшие снежинки нас остались но в целом результат меня я скажу вполне устраивает здесь у нас с вами получается какие-то острые грани имеются кубик полностью позволяет создавать массивы давайте создадим с помощью него и инструмента патч поверхность нулевым смещением вот она проверим еще раз у нее нее кривизну мне нравится очень красиво получается принципе мы можем уже просто брать и перемещать это все попробуем сейчас все это сшить мы видим что вот эти вот элементы они выпадают даже если мы увеличим чувствительность так посмотрим какой результат у нас получится сразу видно что здесь очень плохое сшивание и вот эти скругления они не очень позволяют нам сшивать нашу поверхность но вот здесь все очень очень удачно в принципе получилось поэтому я предлагаю просто перейти на вид сверху создать эскиз я создам прямоугольник с центром в центральной точке и создам прямоугольник 100 на 100 и так перейду вот в этот скетч отредактирую его еще немного собственно перейду в рабочее пространство модель и просто с помощью и применяю операцию cut one side в две стороны вот так удаливать все сюда и давайте на вид спереди создам еще один эскиз центр поэнт ректангл и вот привязкой с привязкой к этой центральной точке с таким размером 100 на 100 так создам два таких прямоугольником и в принципе вот точно также произведу операцию экструд выберите обязательно cut нажимаем ok отключу видимость наших эскизов ну и в принципе у нас получилась с вами вот такая вот структурка давайте перейдем в zebra анализ вот вот что на себя представляет выберем данный элемент и так давайте я выберу pattern rectangular pattern выберу данный массив так выберу ось вот эту нет 100 будет в самый раз и здесь я добавлю еще один элемент и нажиму ok давайте я выберу все эти элементы и попробую применить zebra анализ к ним даже без сшивания мы видим что поверхности у нас идеальные и мы можем эту структуру в принципе умножить во все направления то есть просто смещаем этот базовый наш квадратик на его величину то есть в данном случае то есть здесь у меня получается размер 100 на 100 то есть мы смещаем это все не смещаем на 100 и получаем получаем например вот такую структуру просто применяем под ней инструмент стич нажимаю ok давайте для наглядности копирую это вот сюда вниз выберите два элемента и операцию стич нажимаю ok вот мы получили с вами такую поверхность посмотрим на его zebra анализ все достаточно приглядненько выглядит теперь давайте добавим данной поверхности толщину например 2 миллиметра немножко подождем нажимаю ok вот такое тело мы с вами получили давайте применим к нему еще раз zebra анализ и в принципе все выглядит очень очень неплохо данную структуру мы можем множить во всех направлениях масштабировать как и где можно применить данную структуру я покажу наверно в следующем видео под видео я оставлю ссылку для скачивания рабочего файла данной поверхности вы можете его вставить посмотреть при желании использовать в каком-то своем проекте я же желаю всем вам творческих успехов спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока 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 пока